Добрый день! Меня зовут Семенова Елена и я покажу вам сегодня, как свалять простые тапочки из овечьей шерсти. Нам понадобится примерно 220 грамм, в зависимости от размера овечьей шерсти. Светло-серая шерсть у нас пойдет внутрь тапочка и черная серая шерсть наружу тапочка. Также нам понадобится белый кардачос, черный для того, чтобы сделать вот такие мордочки. Будем использовать фибро-шлифовальную машину, ножницы, мыльный раствор, сантиметр, булавочки и специальная иголка для валяния. Нам необходимо выразить вот такие лекала. Еще нам понадобится воздушно-пузырчатая пленка, на которой мы будем валять ее на кратство, сеточка, любое полотенце и перчатки, поскольку мы работаем с мылом. Перчатки могут быть любые, как и удобно. Тапочки состоят у нас из нескольких слоев шерсти. Сейчас мы будем раскладывать первый слой. Для этого отрываем небольшие кусочки шерсти и равномерно раскладываем. Примеряя, чтобы у нас поместилось лекало. Первый слой мы разложили в поперечном направлении. Второй слой шерсти раскладываем в продольном направлении. Здесь у нас мыльный раствор. Смачиваем водой шерсть. Под водой с мылом шерсть. Берем сеточку. Аккуратно притираем шерсть и разглаживаем. Аккуратно притираем шерсть через сеточку. Теперь укладываем наше лекало. И начинаем заворачивать шерсть. Далее мы берем кусочки шерсти и закрываем пустые места. Ещё раз смачиваем водой с мылом. Берём сеточку и притираем. Обязательно следим за краями, чтобы лекало было плотно обёрнуто. Первый слой у нас готов. Мы обернули лекало. Вот таких слоёв у нас будет 4. Два из светлой шерсти, два из тёмной. Сейчас мы разложили 4 слоя. И нам нужно обработать эти слои при помощи виброшливовальной машинки. Теперь у нас ворсинки скрепились между собой и практически не поднимаются. Переворачиваем тапочки на лицевую сторону. И будем выкладывать мордочки котов. Сначала выложим полосочки. Это у нас будут полосатые. Отдельно сделаем ушки. Разложили кусочки шерсти. Немножечко смочили их водой. Прижали через сетку. Передали форму ушек. Сейчас при помощи виброшливовальной машинки мы обработаем ушки. Переворачиваем. То же самое проделываем с другой стороны. Дальше будем выкладывать мордочки котов. Тут всё зависит от фантазии автора. Я иголкой для сухого валяния сваливаю подосники. Но каждый автор волен выкладывать мордочку кота так, как захочет. Делаем носики. С белой шерсти делаем глазки. Выкладываем ротики. Усики. Отдельные детали можно получше закрепить иголкой. Также иголочкой закрепляем ушки. Наши мордочки готовы. Ещё раз смачиваем, если нужно, мыльным раствором. Сейчас мы закрепим рисунок при помощи виброшлифовальной машины. Теперь мы тапчики переворачиваем рисунком вниз. И начинаем, собственно, сам процесс валяния. И мы будем использовать велотерму. На самом деле это может быть толстая деревянная скалка. У кого что есть. Чтобы ролон не разъезжался, заворачиваем в полотенце. Будем прокатывать 50 раз в каждом направлении. Переворачиваем тапочки. И опять прокатываем их 50 раз. Первый процесс сваления мы закончили. Сейчас будем разрезать тапочек и вынимать подложку. Сначала более тонкими ножницами. Аккуратно вынимаем. Теперь нам нужно сформировать пятку. Для этого мы выворачиваем пятку наизнанку. И два нижних слоя отделяем и отрезаем. У сваленной тапочки мы заливаем кипяточком. Ошпариваем их как следует. Тапочки перекладываем в холодную воду. Отполаскиваем. Обрабатываем хозяйственным мылом. Мы ошпарили тапки кипятком. И отжали. Расправляем, притираем. И еще раз валяем. Наши тапочки готовы. Отстираны. Осталось их высушить и пришить к ним подошву. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok